Лувр Лувр – один из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира. Он был открыт в 1793 году. Его ежегодно посещает около 9 миллионов посетителей. Здесь хранится более 300 тысяч экспонатов. В залах представлены 35 тысяч предметов искусства. Входим в музей. Стены средневекового Лувра. Комнаты и залы дворца. В Лувре более 7500 полотен. Много картин посвящено Наполеону Бонапарту. Наполеон Бонапарт – видный государственный деятель, полководец и император Франции. При его вправлении коллекция Лувра расширилась на 5000 экспонатов. Наполеон родился 15 августа 1769 года на острове Корсика в дворянской семье. Учился в военном училище, затем в Парижской военной академии, которую окончил в 1784 году. В 15-летнем юношей в звание младшего лейтенанта артиллерии. Блестящая военная карьера. После победы над откличанами и взятия Тулона, Наполеон получает генеральское звание в 24 года. После переворота и провозглашения консульства, в 1802 году Наполеон назначается консулом. В 1804 году Наполеон становится императором Франции. Ему всего 35 лет. Это картина Лувра, художника Жан-Луи-Дэвида, коронация Наполеона и его жены Жозефиной. В центре Наполеон одевает корона Жозефине. Здесь художник изобразил посетителей Лувра у картины Коронация. Это платье для коронации. А это его хозяйка Жозефина. Колыбель сына Наполеона. Отныне вся власть во Франции принадлежит одному человеку, императору Наполеону Бонапарту. Практически всю свою недолгую жизнь Наполеон провел в войнах, походах и победах. Картины Лувра отражают это. Здесь Наполеон на Аркольском мосту. Художник Антуан Жан-Гро, 1801 год. Это Наполеон на перевале Сент-Бернар ведет войска в бой. Художник Жан-Луи-Давид. Переход Наполеона через Альпы. Художник Поль де Ларош. Наполеон со своими генералами. Художник Людвиг Эльцгольд. Наполеон на поле битвы Прессиш Эйлау. Художник Антуан Жан-Гро. Картина «Бородинское сражение», 1812 год. Наполеон на Бородинских высотах. Так художник Верещагин изобразил французского императора. 1812 год. Наполеон в Москве. Походы, длительные отлучки, отрицательно сказались на семейной жизни. Жизетина часто изменяет мужу. Наполеон готовит документы на развод. Непрерывные войны привели Францию к экономическому кризису. Особенно после поражения Наполеона в России в 1812 году и взятия Парижа союзными войсками. В 1814 году французская империя терпит крах. Наполеон отрекается от престола. Его сослали на остров Эльба в Средиземном море. А затем он находился на острове Святой Елены в Атлантическом океане в плену у англичан. Умер Наполеон там же 5 мая 1821 года от рака. Ему шел 52-й год. На этой картине Наполеон изображен на смертном одре. Спустя 19 лет после смерти, по требованию общественности, его прах был перевезен во Францию. Останки Наполеона похоронили в купольной церкви дома инвалидов 15 декабря 1840 года. В 1859 году в центре храма под куполом воздвигли саркофаг размером 4 на 2 на 4,5 метра и весом 35 тонн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...